Межрегиональный центр подготовки спецназа расположен в селе Пластунка, но 17 лет назад он был создан в Красной Поляне. Отсюда и название. Создал же его, а потом и руководил целых 9 лет нынешний глава Краснополянского округа, полковник в отставке Валерий Кокарев. Центр, вы видите, занимается большой патриотической работой. То есть всегда 23 февраля командиры, переняв мою инициативу, продолжают ее. Основная задача, конечно, наша молодежь, что они должны видеть, что они просто в фильмах какой-то там Рэмбо бегает или Лунгрен что-то там показывают, что у нас ребята гораздо сильнее, гораздо мощнее. И вот мы это все показываем, и многие ребята подходят, дергают за рукав, говорят, а как вам поступить? Поздравить учебный центр по подготовке спецназовцев пришли и коллеги, и представители мэрии. Руководству спецназа поздравительные письма, сотрудникам очередные звания. Помимо официальных слов, прозвучала сегодня и молитва о здравии бойцов и об упокоении тех, кто отдал жизнь за мир. Еще одна традиция центра, где обучают бойцов со всей страны, это показательные выступления. Приглашенные юные сочинцы, они же воспитанники патриотических клубов, впервые увидели спецназовцев в деле. Перестрелка, борьба, освобождение заложников, задержание террориста. Гостям учебного центра продемонстрировали самые разные ситуации, в которых приходится участвовать бойцам. Сейчас в подготовку в сочинском спецназе проходят отряды «Торнадо», «Гроза», «Гриф» и «Зубар». Бойцы приехали в Сочи за повышением квалификаций из Брянской, Костромской, Тульской и Псковской областей. Разные какие-то ситуации отрабатываются. Дома тоже, конечно, мы что-то делаем, другие варианты какие-то, а здесь какие-то новые вводятся. Здесь в плане выходов хорошо, местность такая, не как у нас дома. Тяжелые такие подъемы, всякие спуски. Это были отработки боевых приемов, борьбы, рукопашного боя, при встрече с противником. Я пошел по стопам отца, он у меня проработал тоже в погонах. Я захотел тоже защищать людей, закон. Потому что это работа для мужчин, мне кажется, это очень здорово. Пускай каждый делает свое дело, и все будет нормально. Настрой отличный, Россия победит. Это и есть образ современного защитника, говорят наставники. Ведь защищать родину можно не только на рубежах. И мастерство, полученное в Сочинском учебном центре спецназа, этим бойцам придется проявлять в любой точке страны.